Всем привет, меня зовут Кирилл И сегодня мы с вами, так сказать, попробуем захендпейнтить кое-какую сценочку На самом деле, сценка, она выглядит вот так Это три объекта Они нарисованы неким Дэвидом или Давидом Альварезом Нашел на Пинтересте эту картиночку И вот, думаю, замоделить каждый из этих трех моделек И в блендере нарисовать им текстурку прям вот вручную Я, правда, не очень понимаю, что это за оранжевая жесть Это, скорее всего, какая-то смола Ну, походу, разберемся Не знаю, с чего начнем, с улитки или, может быть, с топора С улитки, наверное, начнем Я как-то на работе попытался замоделить Минут где-то, наверное, 20-30 потратил на текстурку и модельку Вот, и давайте вместе с вами тоже сделаем такую улиточку В итоге там выйдет, наверное, три видео Буду моделить и текстурить с помощью мышки Чтобы, так сказать, быть с вами на одной волне Не у всех, наверное, планшет есть Поэтому надо показать, что все-таки мышкой тоже можно сделать текстурку Хэндпейтную Да, кстати, подписывайтесь на канал Ставьте лайки, пишите комментарии свои И поддерживайте канал, так сказать Не давайте ему остыть Создадим раунд кюб Сразу возникнет вопрос Где взять раунд кюб? Ой, моя подставка под ноги уехала Значит, заходим в Edit, Preferences, Addons И здесь есть Add Mesh, Extra Objects Ставим галочку, нажимаем сюда и Save Preferences И у нас теперь появляется дополнительная вкладка Shift-A Round Cube И вот здесь выбираем радиус единичка Вот, и сделаем сейчас улитку Улитку я выведу на второй экран Себя, наверное, скрою Зачем я вам нужен, да? Вы же знаете, как я выгляжу Тем более такой бородатый, весь некрасивый Когда побреюсь, тогда я буду показываться вам Так, теперь улиточку Вид сбоку Давайте сначала порежем ее напополам Round Cube вот так Вертисис удалим Модификатор Mirror Вот так, клиппинг Это вид спереди А, ну неправильно удалим Не ту часть Давайте вид спереди И вот эту часть удалим И модификатор Mirror Никуда не спешим Никуда не торопимся Все успеется Все сделается Поднимем в режиме редактирования Повыше Вот так Здесь у нас будет голова С помощью пропорционального редактирования Возьмем Сделаем вот так А здесь вот так Так Ищем форму Придаем нашей улиточке Эту самую форму Улиточную Похоже на улитку Из этого Спанчбоба Помните? Здесь у нас Будет такая плоская пятка Давайте пропорциональным редактированием И пусть она будет потолще Не обязательно повторять Прямо как вот На референсе Тем более я думаю Что Давид Альварес Нам это не разрешал делать Мы сделаем так Как у нас получится Это Будет наша улитка С вами По чуть-чуть По чуть-чуть Полегонечку Сейчас мы ее Самую главную форму Придадим Этой самой Улиточке А дальше Уже Перейдем Сделаем Небольшую Развертку Легкую Так сказать После чего Создадим Цветовую палитру И затекстурим Методом Handprint Если засмузить Ну в принципе Что-то Что-то похожее На улиточку Можно здесь Еще потянуть Здесь у нас будет Ее домик Что-то вы понимаете И тут глазки Давайте сразу накидаем формы Цилиндр Будет бы 12-гранный Это у нас глаза будут Можно не делать Настолько Граненые Ну и в то же время Слишком лоу-польный Тоже не хочется Здесь Так Наверное Вот так Теперь Ставим Origin В 3D курсор Либо в центр То есть У нас сейчас 3D курсор Находится в центре мира Правая кнопка мышки Set Origin To 3D курсор И модификатор Mirror По оси Ну чтобы Тут у нас Из-за того Что мы вращали Этот цилиндр Несчадно Надо просто Применить Ctrl A Rotation Либо Мы Можем Относительно Вот этого Round Cube Замировать Вот И у нас Появляется Вторая часть Нашего Ну это Стебельки На которых Глаза держатся Снизу Можно здесь Чуть расширить Утопить Так Вот эти части Давайте поднимем Чтобы нам Эта улиточка Была более Округлая Тут Придадим ей Такую Овальную Форму Как яйцо Ну это Я лично Предпочту Так сделать Если у вас Какие-то Свои Предпочтения На этот счет То Естественно Создавайте Так как вам Удобно Или угодно Ведь мои видео Это не прям Уроки Как многие Считают А Призыв К действию Чтоб вы Со мной Вместе Сели И Спокойным Образом Помоделили Сидите Со мной Занимаетесь Тоже Я Тоже Параллельно Вот Урвал Немножко Времени На то Чтобы Записать Видео Про Моделирование Очень Хочу В Handpaint Удариться Я думаю Что Ближайшие Несколько Видосов Будет Именно Про Handpaint Поэтому Будьте готовы К этому Глазки Давайте Накинем Глаза У нас Сделаем Тоже Из Roundcube Можно Уменьшить Радиус На Вот Этот Раз Не радиус А Сегментирование Чуть Уменьшить Вот Так Сюда Поместим И Подвинем Вот Так Теперь Посмотрим Так Наверное Да И Модификатор Mirror Относительно Тела Готово Готово Можно Еще Чуть Подтянуть Жопку Наверное Так Потому Что Прям Видится Что Вот Это Ее Ракушка Или Как Она Называется Достаточно Большая Должна Быть Давайте Создадим Цилиндр 16 Гра У нас 160 Гра Интересно Как Это Выглядит Прикольно Никогда Столько Не Создавал 16 Гранный Конечно И Р В 90 Помещаем Ее Сюда Наверное Так Наверное Должна Быть Вот Так Достаточно Большая Ну Думаю Как-то Так Можно Еще По Иксу Раздвинуть Потому Что Мы Сейчас Здесь Забыли Давайте Разрежем Напополам Чтобы Использовать Модификатор Mirror Mirror По Оси Z С клиппингом Здесь Сделаем Control B Можно Сегмент Добавить Если Не Жалко И Вот Этот Сегмент Тоже Чуть Распушить Чуть Чуть Чтобы У нас Все Полигоны Влияли На Силуэт Так Стоит ли Нам Как-то Еще Усложнять Мне кажется Что Вполне Достаточно Тут Конечно На картинке Если вы Посмотрите Давайте Я вам Покажу Еще раз Тут Вот Такой Какой-то Козыречек Есть Давайте Мы Не будем Так Делать Нам Достаточно Того Что У нас Получилось Так Вот Наша Улитка В принципе Готова Сейчас Еще раз Гляну Что Там У нее Есть Из Элементов В принципе Больше Ничего Очень Мало И это Хорошо То есть Мы Больше Времени Потратим На Текстурирование Набьем Себе Руку Эту Часть Наверное Выдвину Вперед И Вот Эту Подножку Или Как она Называется Лапка У них Вот Эта Часть Движущая Как Какое-то Название У нее Есть Вы Заранее Представляете Что Глаза Большие Достаточно Тут Ротик Вот Недовольный И Вот Тут Какая-то Желеобразная Гелеобразная Как сказать Сущность Поверхность Плоскость Так Хочется Вот Здесь Все-таки Сделать Какой-то Вот Такой Выступ GX Здесь Здесь Может быть Тоже Здесь Есть Полигоны Которые Не влияют На силуэт Как вы Можете Заметить Но Остаток Сегментов Быстро Сказывается На том Что Неправильно Неправильно Деформируется Объект Так Теперь Мы Все Засмузим Да Примерно То Что Надо Получить Может быть Еще Как-то Вот Так Разместить Либо Это Слишком Далеко В принципе В любой Момент Можно Будет Переходить Передвинуть Еще Есть Такая Вещь Что Здесь В стилизации Допустим Во время Того Как Мы Будем Рисовать Глаза Там Стоит Нарисовать Светлую Точку Как будто Блик И Так Как Это Мирор Замеррованная Часть Этот Глаз Он Отражен Сюда То Если Мы Точку Нарисуем Здесь То Замеррованной Части Будет Точка На Противоположной Стране Что Неправильно Нам Надо Либо Забить На Это Типа Сказать Что Ок Пусть У нас В обоих Глазах Будет Разные Источники Света Либо Когда Мы Затекстурим Применить Мирор Удалить Этот Глаз И Переместить На Эту Сторон И Тогда Будет Два Одинаковых Мы Сейчас Дойдем До Этого И Я Покажу Что Я И В Давайте Вот Эту Часть Мы Мар Вернем Ну То По сути Здесь UV Уже Проходит Потому Что Замерированная Часть Но Мы Ее Давайте Mark Sim Отметим Глаз Где Мы Порежем Давайте Где Нить Вот Тут Порежем Глаз Mark Sim Здесь Мы Удалим Внутреннюю Часть Если Она Есть А Она Есть Вот Эти Face Удаляем И Во Внутренней Части Лучше Где Нить Вот Тут Mark Sim И Тело Улиточки Мы Разрежем Вот Так Просто Оно И так Порежется Но Мы Подскажем Блендеру Что Мы Здесь Хотим И Давайте Как Назовем Это Это Ice Чтобы У нас Было Понятно Что Это У нас Body Как Будет Ракушка По Английски Я Знаю Но Лучше Уточнить Ракушка Shell По Мам Да Shell Это Shell А Глазки Вот Эти Штуки Это Стебель Я Не Помню Как По Английски Стебель Stem Stalk Shaft Escape Colm Foot Stalk Давайте Stem Назовем Самый Первый Вариант Stem Теперь Проверяем На Вывернутый С Нормальный Вроде Все Ок И Проверяем На Скейлы Везде Должна быть Единичка Обязательно Все В порядке Все Давайте Сохраним Save As Так Куда Сохраним Проект Наверное Проекты И Улитка Дальше Идем В UV Editing Выбираем Все И давайте A U Unwrap У нас Улитка Развернулась Создадим Новую Текстурку Назовем Ее Улитка Можно В принципе Текстурировать В Substance Пейнтере Но мне Очень Хочется Научиться То есть Работать Полностью В блендере Ну По крайней мере Какие-то Этапы Такие Вот Мне кажется Что в Блендере Очень прикольно Hand Пейнт Текстурки Делать Substance Пейнтер Он Немножко Расслабляет В том Что Есть Генераторы Всякие Так Альфа Тут Отключаем Ок Нажимаем Здесь Создаем Новый Материал Называем Его Улитка В общем Я Хочу Минимизировать Использование Substance Пейнтером В плане Hand Пейн Текстур Я Очень Много Текстур Для Работы Улитку Создали Материал Назвали Улитку Еще раз В Base Color Нажимаем На эту Точку Image Texture Выбираем Созданную Улитку Текстур Теперь У нас все Выбраны Ctrl L Link Materials И во всех У нас Теперь Будет Улитка Автосмуз Я думаю Через Alt Мы Всем Включим Мы Все равно Будем Рисовать Все Грани Через Alt Пишем 180 И Теперь Все Они Засмужены Полностью Отлично Теперь Надо UV Shell Правильно Разместить Это У нас Что Это У нас Сама Так UV Pack Island Они Типа Упакованы Уже Идеально Давайте Ровно Разместим Как-нибудь Вот так Самые Большие Куски Наверное Блин Проблема Конечно Если Есть Возможность Их Еще Чуть Увеличить Лучше Увеличить Максимально Эту Штуку Надо Будет Отдельно Сейчас Выпрямить Выбираем Snapping Через Вертекс Выбираем По одной Точке GY GY GX GX Троечка Follow Active Quads Все Теперь Выбираем Все Снова И Теперь Будем Упаковывать Я Думаю Что Глаза Вместе Со Стебельком Надо Равномерно Увеличить В Размере Допустим Вот Так Теперь Эту Штуку Мы Разместим Вот Здесь Эту Штуку Мы Разместим Вот Здесь А Это Место Не Нашлось Я Думаю Что Тут Не Нужно Прямо Столько Места Тем 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 Мы Можем Вот Так Развернуть И Я Думаю Что Можно Здесь Потеснить Еще Наш Вот Эти Тем Так Как У Нас Мы Не Пользуемся Генераторами Никакими Будем Само Все Вручную Тут Нужно Определить Что Из Какие Объекты Играют Большую Роль И Нуждаются В Большей Плотности Пикселей Чем Другие И В нашем Случе Вот Этот Стебелек Так Он Скрыт В Большинстве Случаев Под глазом Он Не Нуждается Прям В Таком Как Сказать Большой Детализации Поэтому Его Можно Чуть Уменьшить Относительно Остального Все Мы Вроде Бы Распаковали Все Наши Объекты Разложены А И Еще Что Нужно Не Забыть Сделать Это Сохранить Текстурку Save As Иначе Если Вы У вас Проект Крашнется У вас Сохранится Проект А Текстурка Не Сохранится Сохраняем Куда Либо Все Сохраняем Не Забывайте Сохраняться Пьем Кофе И Переходим К Текстурированию Руками Итак Я Сейчас Буду Смотреть На Картинку Ну И Вам Все Заодно Покажу Тут У нас Есть Несколько Основных Цветов Такой Вот Не знаю Синевато Бирюза Нет Вряд ли Бирюза Просто Синий Темно Синий Вот Такой Светло Коричневый Коричневый Очень Коричневый Либо Бежевый Будем Такие Цвета Пытаться Подобрать Ну Без Фанатизма Глаза Белые И Зрачки Красные Черные Так Теперь Мы Идем В Текстур Пейнт Начинаем С чего Давайте Заливка То есть Мы от общего К частному Пойдем То есть Мы зальем Все Основным Цветом Потом Накидаем Основные Какие-то Элементы Типа Узоров И Мелочи Типа Какие-то Затенения И так далее Как скола Если есть На ракушке Это мы Уже После В чем Прикол Ну И Какое Основное Правило Хендпейнта Это Нахождение Правильного Светотеневого Решения То есть Мы должны Знать Откуда У нас Падает Свет Где Что Затеняется Вот И Использует Какие-то Инструменты Для этого Создадим Новую Палитру Улитка Выберем Инструмент Заливка Выберем Первый Цвет Наверное Сейчас Будем Тыкать Не так Наверное Чуть Темнее Что-то Уже Ближе К делу Наверное Как-то Так Чуть-чуть Может быть Светлее Нет Не сюда Насыщенность Насыщенность Нужно Побольше Вот Наверное Такой Теперь Мы его Добавляем В палитру Вот На плюсик Нажимаем Сейчас Посмотрю Видно Или не Видно Все Видно Вот Плюсик Нажимаем Нет Не сюда Сюда Да Вот так Плюсик У нас появился Вот этот Цвет Теперь от него Давайте Несколько Тонов Темнее Добавим Раз Раз Два Зальем Давайте мы его Добавим Плюс Светлый Из него Плюс Из вот этого Темнее Выберем Вот Видно Наверное Пока Хватит Дальше Мы идем В раковину Текстур Пейнт Здесь нам Нужен Такой Какой-то И вот Сюда Вот Такой Что-ли Нет Понасыщеннее Наверное Что-то Ближе К этому Нет Чуть-чуть Синеву Вот Наверное Уже Рядом Вот Давайте Выдавим Цвет И Оттенки Два Темных Раз Два И Два Светлых Раз Два Отлично Так Базовые цвета найдены Давайте Теперь Мы с вами Затекстурим Буду Текстурить Мышкой Поэтому Вы Не стесняйтесь Тоже Пробуйте У глаза Страх Так как У страха глаза Велики Или Велики Поэтому Не бойтесь Делать Какие-то Вещи Такие Выбираем Вот тут Draw Draw Так Brush Что у нас Тут Mix Все стоит Правильно Понятно Так Можно Так Можно вот такую Smooth Какую-нибудь Выбрать Кисточку Больмем Потемнее И Участки Там где Дужно Затемнить Мы просто По ним Проходимся Вот кисточкой Где у нас Могут быть Затемнения Вот там Где Стыки Там Обязательно И Всегда Никогда не откатывайте Назад Прямо Если вы Только Серьезно Ошибку Не совершили Легче Потом Просто Сверху Подкрасить И Тогда Получается Такая Цветовая Вариативность Которая Выгодно Смотрится То есть Лучше Подкрасить Сверху Чем Откатить И Там Стереть Теперь Мы должны Искать Цветовые Решения Так С помощью X Меняется Вот Этим То есть Один цвет Второй цвет Давайте Вот здесь Назначим Вот этот Цвет И Будем F Подтирать Вот такие Участки Вот вам Сказал Сам Пользуюсь Возвратом Ну Бывает Смотрим Издалека Как все Это Выглядит Вот здесь Наверное Стоит Сделать Затенение А потом Его Немножко Подтереть Светлой Кисточкой Так Рот У нас Будет Где-то Вот тут Ух Угу как мы будем выстраивать эти светотеневые решения допустим, мы знаем, что солнце у нас сверху значит, тень у нас снизу если у нас это губа то сверху у нас будет солнце потом идет темный участок потом очень темный участок но это неправильно надо сделать сначала темный участок а под ним посветлее теперь вот эту толщину мы просто сотрем вот и у нас кажется, что есть такое впадинка дальше мы можем создать некоторые светлые участки вот тут и какие-то места у нас же все-таки это улитка она такая вся, может быть, влажноватая вот видите, здесь даже блик есть от солнца нашего в сцене мы здесь накидаем щечки ему этой улиточки сейчас мы некоторые места обыграем ну и помимо того, что у нас есть кисточки у нас еще есть инструмент soften и smear soften мы можем прям вот брать и смягчать вот это все а smear это как пальцем поводить все в этом есть в фотошопе такой инструмент потом снова возвращаемся в кисть вот эти острые края мы заблюрим, так сказать можно совсем темный участок взять и его сделать вот тут на дне для тех, кто любит под юбку заглядывать а можно придать какую-то форму допустим нарисовать им какой-нибудь как будто шлем с наносником давайте какой-нибудь такой сделаем что у меня в голову пришло так сделаем вот такие вещи сейчас представим, что у нас это греческая какая-то улитка вот у нее тут мало того, что глаза у нас еще и шлем есть вот у нее тут и наносник а здесь мы подотрем блин, это двойной обман кажется, что у него лицо здесь, а на самом деле лицо вот тут и можно вообще поиздеваться это сделать здесь свето-теневое решение вот, уже кажется, что тут должны быть глаза будем ломать голову тем, кто смотрит наше видео давайте, что тут немножко поломаем о, я представляю гневные отзывы здесь соединим вот так, чтобы был плавный переход и вот тут, я думаю, надо, наоборот, чуть-чуть стереть вот тут тут вот такой слоеный пирожок вот так слишком сильно вот так и сейчас возьмем смир точнее, soften и вот тут краешки заблюрим вот тут можно сделать для блеска ну и для блеска еще можно менять режим смешивания на какой lighten может быть screen о, screen и вообще тут блик снова на mix переходим очень странно если нам в итоге не понравился вот этот участок мы его просто перерисуем давайте пока перейдем, допустим, к глазам чтобы они нам создавали правильную картину texture paint глаза, зрачки у нас красные и черные вот эти сами точнее, не зрачки, а как называется ну, красно-черные, в общем какой-нибудь темный цвет такой возьмем и не smooth возьмем а constant теперь f и вот так бам есть есть контакт можно чуть меньше что за тут артефакты и посередке давайте добавим плюсиком цвет возьмем сделаем черный зрачок сильный большой он там ну, такой средний примерно вот такой о сразу появилась такая личность какая-то да существа а по поводу блика который я говорил это сейчас я вам покажу что если я сделать блик он беленький вот он где-то вот во-первых тут надо черным закрасить что за фигня вот блик берем значит самый белый чуть-чуть уменьшаем белоту и блик у нас где-то вот только не constant а smooth у нас добавляется блик и он видите на той другой стороне он отражен а нам надо чтобы в обоих глазах был блик одинаковый то есть в этом месте как будет у нас свет с одной стороны у нас получается и там и там это немножко расходится с правилами и такое ну нельзя допускать если только вы не решили забить на правильность блика вот забавная такая нам нужно что сделать нам нужно оживить немножко вот этот глаз глазик наш возьмем еще цвет светлее наверное плюс и вот тут пройдемся теперь снова возьмем вот этот и чуть темнее наверное еще раз ну здесь нужно чтобы рука была ровная можно и в один заход как-то так и тут наверное стоит как-нибудь это все заблюрить может даже с миром смешать еще раз блюрим края тоже надо обязательно заблюрить потому что это никуда не годится эти черные тоже вот вот наши глазки эти неземные сказки может чуть светлее еще сделать вот тут еще глаза можно почерпнуть просто обводкой какой-нибудь вот на картинке там черная такая обводка либо темная темная вот такая попробую здесь пользуют строк как она называется стабилайст помогает ровненько рисовать давайте какую-то часть нарисуем вообще посмотрим со стороны как это выглядит еще раз хорошо пошел ну это не так уж и заметно я бы сказал ладно пока не будем то есть обводка я просто сам не знаю стоит ли дел или не стоит тут нужен опыт надо его иметь так сами глаза так и подключим у нас вот такого цвета нет вот этого вот это наш глава нам нужно взять светлый участок и нарисовать сделать пятна там здесь тут там сям снизу конечно затемнить стоит вот тут вот так и еще наверное уточнить какие-нибудь сделать штуки типа давайте вот такие штуки сделаем и потом сменять как он называется софт и заблюрим или не так еще раз может чуть ярче не так и и нибудь значки порисуйте а потом мы их заблюрим получится интересно так давайте попробуем это все еще вот так возить делайте различные фигуры тут интересную и если она все еще слишком резко то можно пройтись блюром все смягчить и получится хороший результат на мой взгляд вы можете не верить мне может у вас свой взгляд на то какой результат можно считать хорошим самое главное помнить про вот эти игру света и тени там где нужно обязательно соблюдайте снизу всегда темнее сверху светлее зависимости от того источника света который вы используете в вашем проекте наверно не хватает вот тут как будто бихолдер получился из героев там дальше что я думаю с глазами с глазами пока можно чуть блик побольше сделать например еще блик можно сделать вот тут где-нибудь это у нас какой был режим смешивания по моему скрин не будем это сделать вот здесь только сделаю издалека надо смотреть насколько он удачен если издалека видно то ок если нет то прибавляем наверное как то так может даже слишком сильно вот на один шаг откатил теперь хочется еще вернуться сюда и поделать каких-то пятен на теле только не скрин микс и потом их подблюрить наверно слишком жесткая тень потом их как-нибудь смешаем и получится у нас интересная какая-нибудь текстурка как будто заболел немножко и давайте сверху светлыми пятнами пройдемся это как раз он это и есть этот оттенок вот так я на ходу придумываю на самом деле чтобы что-то интересное получить теперь надо как-то это все смиксовать попробуем заблюрить заблюрить можно какие-нибудь может паттернами типа вот такими завихрениями какие-нибудь понаделать материальный раф нас надо того еще по блюрим чуть-чуть ну как-то не знаю по-моему не очень получилось вот это завихрение может быть у кого-то понравится но мне кажется не стоит сейчас наверное будем закрашивать возьмем этот материал и пройдемся кисточка а если пройтись допустим мультиплайн понятно понятно ну нужно пробовать нужно пробовать иначе интересно вот этот участок мне не нравится как получился все пойдем рисовать а то а то как она называется ё-моё ракушку текстур пейнт отсюда итак у нас есть некий узор это меандр мы его сейчас начертим темным цветом можно с помощью строк стабилайз стабилайз какие какой там примерный узор это наверное от получается от начиная от тела где то вот тут идет вот сюда вверх вот так вот сюда и вот здесь ну давайте попробуем слишком много витков наверное стоит меньше так эээ сюда вверх в сторону вниз слишком резко сюда вверх в сторону сюда вниз возможно стоит здесь сверху вот так опустить а здесь чуть продлить и сейчас лишнее уберем вот это основной цвет по-моему да но там самом деле меньше завиток там идет завиток давайте заново нет здесь может быть расстояние меньше где то вот так о что то что то есть в этом мне кажется то что надо теперь надо его уточнить а именно сделать резче так здесь стоит тоже там так нет ну у него здесь народа нет теперь задача номер два сделать светотеневые решения вот тут участок темнее тут светлее то есть надо взять вот этот цвет и пройтись вот по таким местам видимо он должен быть еще темнее эти места должны быть светлее примерно вот посередку теперь берем темный участок и срезаем углы здесь надо светлее сделать здесь подрезать вот тут ну а дальше надо будет сверху светлым пройтись и вот здесь где мы тоже уточняли там тоже сверху светлым пройтись вот тут теперь здесь снизу я молчу потому что очень такая напряженная деятельность еще раз побольше чтоб подблюрил вот так вот здесь тоже оп и потом вот так можно еще тут покусать вот так чтобы показать что есть неровные края не здесь тоже тут наверное стоит тоже чуть-чуть затемнить вот тут чтобы создать правильный оттенок вот так еще и вот тут высыпать а ну да еще наверно стоит сделать вот это затемнение вот тут вдоль это же основа основ ну и надо будет краешки надо делать вот тут надо делать пятер здесь у нас свет попадает поэтому тут будут светлые участки и можно выделить край нашей ракушки высветлив ее вот тут и 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 так а теперь темные участки еще раз пройдемся чтобы кисть скрыть ножиком кисть палится что мы с кистью прошлись можно даже быть на ракушку немножко покусать побить сколами еще раз осколы как делают сейчас я вам покажу нарисуем такую штуку свет нас падает сверху вниз значит у нас вот здесь будет темный участок вот самый темный вот тут вот здесь будет посветлее вокруг будет светлая каемка и вот этот край будет самый светлый издалека кажется что у нас тут дырочка вот здесь можно посветлее делать вот и получился скол на ракушке ну и надо потереть вот эти круглые участки чтобы они не были такими круглыми еще можно пройтись вот этим блюром опять же можно поставить несколько точек бликов солнца взять самый светлый сам светлую кисть и сделать такие вот прямо мелкие мелкие блики раз там допустим два три можно скрином и потом все это чуть-чуть потыкать вот так легонечко вот блюрку чуть-чуть добавить но насколько появился блик издалека ведь он такой мелкий начнет чуть чуть больше его сделать еще раз можно еще сколько там есть но не вот тут есть внизу давайте здесь скол рисуем но здесь чаще всего может быть скол из-за какого-нибудь там трение обо что-нибудь не скрин а микс вот допустим так и теперь снизу посветлее и берем обводим раз сверху посветлее и некоторые участки самые светлые можно даже со скрином потом такой скол что кусочек отошел вот так и теперь давайте мы это подблюрим подергаем где еще у нас может быть заметить наверно где-то вот тут стоит сделать скол то есть раз один есть второй можно несколько мелких два допустим вот такой так 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 грядой берем значит темную темную темный цвет забываем раз два там и и вот их приводим в порядок повторяем заученными движениями здесь мы затемняем раз два три здесь мы высветляем раз два три дальше мы обводим более светлым светлой кисточкой раз два и три берем еще светлее верхние края высветляем и потом еще светлым совсем высветляем можно высветлить что-нибудь с помощью скрина вот так дальше мы берем блюр если нужно и чуть-чуть подблюрируем вот этот получившийся узор ну и можно еще с миром что-нибудь подвигать чуть форму может быть изменить о вот от таких ровных пятен можно поизбавляться так чуть не тоткнул бум x вот так давайте немножко походим с этим со с миром и подвигаем вот эти участки чтобы не были прям не палилась кисть это конечно будет полиция мы же новички в этом деле только учимся ну то есть избежим явно явные кисти это как в этом в собственно спинтере нужно избегать того что генераторы палятся чтобы их использовать или там процедур настолько нужно делать не похоже на процедурную генерацию что ну чтобы люди не не заподозрили что вы тут процедуркой занимаетесь это полезно наверное так здесь стоит наверно высветлить вот такой светлее да вот здесь пройтись здесь посветлее сделать давайте подблюрим эту смену и здесь также предлагаю светлой кисточкой пройтись вот этому краю на чуть-чуть потемнее вот по вот этому краю и теперь мы это нивелируем с помощью вот этой кисточки блюрим чтобы избавиться от острых краев света тени и попробуем с миром немножко подвигать но он мне кажется получится вот прям такая морская морская штука первый обжиг мод переходим да вроде нормально получилось и даже вот это может стоит еще над над лицом поработать сделать здесь что-то вроде подбородочка какого-нибудь это у нас вот эта штука вот здесь что-нибудь нарисуем такой подбородок какой-нибудь это у нас нужна светлая кисть ну или не будем ну что-то здесь стоит сделать наверно ну и и и и Ну, по-моему, слишком простая получилась вот это место. Может, сделать какие-то потёки, типа, ну, какая-то слизь. Типа, вот так сделать, а потом этим с миром вот вниз потянуть. Вот так, чтобы смешалось. Уже как-то по-другому выглядит. Давайте попробуем поделать вот так. Ну, да, смотрите, по-другому смотрится. Может быть, даже лучше, чем было. Давайте смиксуем и вот так вниз вытянем. Здесь не хватает, наверное, светлых участков. Вот так вот делаем. Во. Если здесь всё вниз. Ой, смотрите, как прикольно выглядит. По-моему, это неплохо, если здесь вот так. Как будто мультяшная какая-то штука такая получилась. Смотрите, как смешно. Забавно получилось. Ещё симметрия добавляет такую интересную штуку. Вот прям. Мне нравится, и я доволен. Здесь можно вот так поделать, для того, чтобы разбить вот эту ровную линию. Всё, сломали. Сломали улитку. Молодцы. Ой. Здесь так поделаем тоже. Надо не забыть вернуть светотень под раковину. Так, сверху не слышу. Это не будем делать. Попробуем вот туда вытянуть. Вот так. О, и теперь надо вернуть теневые участки. Потому что это важно. О, какая она смешная сдала. Моё-моё-моё. Зато самобытная такая. Давайте добавим источник света. Давайте троечку, допустим. Меш-плейн, давайте сделаем он большим. Какой-нибудь, какой-нибудь цвет, там, плейн. Камеру добавим. Давайте теперь флей-аут. Разрешение 1600 на 1200. Камера. Пока мы их по отдельности, точнее, улитку отдельно от... Ой, в смысле, подождите, я забыл, что про вот эту штуку. Вообще. Так. Да, это нельзя так забывать. Но здесь мы сделаем тёмный участок. Вот тут на стебельке. Ой. Ну, здесь мы затемним. Здесь тоже. Можно где-то светлые пятна добавить и их, так сказать, перемешать. С такими пятнами. Блюр. Вау. Теперь выходим. Всё, по-моему, получилось. Может быть, не так, как на картинке. Там она более такая... Ну, flat color такой. Но мы сделали по-своему. Я доволен, что я сделал её такой. Вполне, мне кажется, норм. Может быть, стоит где-то вот тут ещё потемнить, подсветлить. Ну, оставлю это на откуп вам. Ну и по поводу глаз. Как можно было бы сделать глаза? Давайте мы вот этот применим mirror. Вот это мы удаляем, получается. А это мы двигаем сюда. И вот. Теперь глаза правильные. Вот эта точка находится на центральном практически лупе. То есть вот как-то вот так. Ого, получилось правильно. Если нам нужен будет mirror, мы просто его вернём. Правильно? Правильно. Сохраняем. И рендерим. Надеюсь, что у вас тоже что-то получилось. Будем пробовать ещё. Мне нравится handprint, поэтому, скорее всего, я буду ещё не один раз всё это записывать. Так. Что случилось? Улитка. Улитка потеряла свой цвет. Будем разбираться, что случилось. Да, всего лишь не было сохранённой картинкой. Надо было нажать image save. И всё. Всё поправилось. Вот. Всё гениальное просто. Никаких проблем. Мы же текстурку не сохраняли. Мы сохраняли только проект. Вот. Сморим на её милые выражения лица. И выставляем свет, наверное. Будем свет выставлять. Давайте чуть-чуть повыставляем, ещё пообщаемся. Уже и так видос идёт. Невероятное количество времени. Ну, ничего страшного. Так, относительно 3D-курсора. 1, 2 и 3. Ты у нас будешь чуть повыше, подальше. Вот так. Пусть больше посильнее. Ты у нас будешь холоденьким. И тоже давайте побольше. У нас будет потеплее. Солнце у нас какой мощности? 3, чуть-чуть тёпленький. Бакграунд. Холоднее. Какой благородный цвет. Можно посветлее, да. Вот этот источник, наверное, мы по иксу вот так сдвинем. По-моему, неплохо так. Какая она забавная, я на неё смотреть не могу. Такая смешная. Такая смешная. Осталось только сделать звук. Мяу. О, чуть-чуть ткнул на клавиатуре. Так, сейв. Очень вовремя старшорткат нажал. По качеству ок. С12, деноидинг. Ок. Кто-то здесь рафтасом ещё. Наверное, как-нибудь вот так. И здесь ещё у нас по контрасту. Глаза очень засвеченные получились. Кто у нас на глаза светит? Ну, здесь цвет у меня чуть-чуть. И вот этот цвет может. Ох, какое интересное сочетание цветов получилось. И давайте тут тоже что-нибудь. Ну, это точно тёплый должен быть. Может, чуть помощнее. По-моему, неплохое получилось сочетание света и тени. Можно было бы здесь тоже какие-нибудь источники понаделать, но... Ой. Ну, 525, там, по-моему, стандарт, да? Вот так сделаем. Сохраним и отрендерим. Ну, что ж. Надеюсь, что у вас получилось хоть что-нибудь. Так же, как у меня хоть что-то получилось. Так, а я бы не проверил. Smooth группа у нас какая тут? Оно, в принципе, понятно. Да, по-моему, она у нас 180. Всё, ок. Так вот. Надеюсь, что у вас тут всё получилось. А если не получилось, то обязательно пишите мне об этом. Я буду дальше делать модельки с методом handpaint. Что-то у меня будет получаться, что-то будет не получаться. Но я буду стараться, буду учиться и заодно записывать видосы. И надеюсь, что у вас тоже будет что-то получаться на фоне меня. И вместе мы достигнем хороших результатов. Наверное, пока будем погружаться в handpaint. Достигнем какого-то уровня. Новые методы работы будем изучать чуть позже. У нас времени целая жизнь. Так сказать. Поэтому будем работать, будем учиться. Ну, что можно сказать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Кстати, у меня на канале, на моём надзене, есть несколько статей. Я буду, в принципе, пополнять пул статей. Можно читать. Интересно, может быть, для кого-то будет. В основном пишу про свои, так сказать, заслуги. И какие-то воспоминания. Делюсь мыслями, впечатлениями обо всём. Ну, может быть, кому-то будет интересно. Так что заходите. Читайте. Заодно будете поддерживать меня. Так как там включилась монетизация. Наконец-то набрал 100 подписчиков. Не знаю, сколько там будет капать. Но что-то будет капать. На ютубе ведь ничего не капает. Поэтому надо, чтобы где-то хоть капало. Вот. Будем с вами, так сказать, продолжать делать контент. Заходите в дискорд. И будем там общаться. Те, кто на бусте поддерживает. Большое вам спасибо. Это видео вы увидите раньше, чем остальные. И всё, наверное, на этом будем прощаться. До скорых встреч. С вами был Кирилл. Да, с вами был Кирилл. Всем пока-пока.